Приветствую всех на премьере второй четверть финальной битвы восьмого чемпионата в ПВЗ Дичи. Надеюсь, что она будет такой же дичевой, как и то, что сейчас происходит на экране. В прошлом сражении турнир уже преподнес нам сюрприз, может и сегодня будет что-то неожиданное. Не будем тянуть и переходим к битве теневого воссадьмета и электрического зева. Первой выступает команда с горахометом, автором которой является император Пабло. И несмотря на то, что в этой сборке присутствует один из победителей седьмого чемпионата, обратите внимание на бутоны метательницы. На четвертом уровне они превращаются в настоящие осколочные гранаты. Когда я начал снимать эту битву, я даже подумал, что может быть я уровень неправильно прописал. Но нет, все растения действительно на четвертом уровне. Судя по всему, не только спартанец имеет внушительный рост характеристик. Теневой васаби мед тоже впечатляюще апнулся. А ведь тут еще и горахомет будет чаще ультовать, в отличие от группового этапа. Но не стоит забывать, что во второй команде, которую собрали путем голосования в телеграм-канале, тоже есть жуткое оружие с прямым уроном. Красный ультамат хоть и не славится сильным апгрейдом по мере роста уровней, но он на первом левеле является монстром, так что бедные те зомби, которым суждено столкнуться с помидором лоб в лоб. И все-таки даже в простом уровне сейчас есть опасность от нервного срыва газетчика, если он сможет уцелеть после потери газеты. К счастью, для команды не уцелел, иначе, мне кажется, он мог бы успеть сгрызть хотя бы зева. Если бы ДКБ, а обе команды набрали по 3 балла. Впереди нашествие машин, и тут я хотел уже с самого старта сказать, что васаби-мед не имеет шансов на победу в этом раунде, однако затем вспомнил о своих же словах про осколочные снаряды-метательницы. Это растение не только бьет по флангам, но за счет осколков достает и самые крайние дорожки. Разразившийся суператакой горахомет уничтожил источник появления дискозомби, и теперь снова возвращаемся к метательнице, которой осталось убить всего лишь парочку зомби, и она с этим справляется. Даже крайний летун не уцелел. Честно сказать, я не ожидал, что васаби-мед наберет очки во втором раунде, так что зеву теперь нужно как-то отвечать. А ответить-то на самом деле и нечем. В случае с этой командой это факт. Если на крайних полосах появится хоть один летун, это смертный приговор, а как мы видим, на нижней дорожке дискозомби даже два. Зев, в отличие от метательницы, никаких сюрпризов нам преподнести не может. Он бьет исключительно в диапазоне трех дорожек. Так что тут нет смысла даже досматривать сражение. Хотя кое-что я вам все-таки покажу. На самом деле дракон пропустил дискозомби даже на ближайших флангах, так что это поражение становится совсем уж безапелляционным. Я хотел найти команду, которая заработает в этом раунде 3 балла. Что ж, задание выполнено, причем очень быстро. Третий раунд. По задумке панки здесь очень быстро должны подлететь к растениям и повыпинывать их с лужайки. Но я видимо недооценил мощность команд на четвертом уровне, так что бедные металисты и хип-хоп помощники толком ничего не могут уже против третьей команды подряд. Полагаю, красный ультамат сейчас радостно потирал бы руки, если бы они у него были. Ибо сжечь брейкденсеров и панков, идущих прямо на него, это просто томатный праздник какой-то. Данный раунд принес по 3 балла каждой команде. В огненном раунде зомби тоже идут прямолинейно, но факиры это далеко не музыканты, с ними так просто не разделаться. Хотя Грахомет имеет на этот счет свое мнение. Правда Васаби спасти не удалось. Электрический Зев имеет шансы отыграть 1 балл. Для этого ультамат должен не мешкая разрядить свою батарею в факиров. Я уже хотел воскликнуть, что томат проспал, но нет. За долю секунды до залпа первого факира он прошил всю банду зомби аж до дракончика. А коротышку в свою очередь добила электролоза. У нас все только начинается. Забавно, но если опираться на итоги голосования, то сегодня у нас встречаются 2 из 3 слабейших команд. Но по-моему результаты первых 4 раундов говорят нам об обратном. Даже инверсионный спартанец теперь не кажется каким-то гигачадом. Что на самом деле круто, значит у него будет конкуренция в следующих кругах. А Теневой Васаби мед тем временем легко зарабатывает очередные 3 балла. Ну а электрическому Зеву будет в этом рауде уже не так легко, как в двух предыдущих. Зомби блуждают с полосы на полосу. И это очень сильно влияет на обороноспособность данной команды. На центральном пересечении дорог мертвяков достает только ультамат. А как только МС-зомби сбегают на фланг, они фактически выходят на боевую позицию, с которой в итоге убивают микрофоном все растения. Тут уже ничего не поделаешь. Нужно было убивать их еще в центре. Отрыв увеличился до 5 баллов. Раунд с размножающимися зомби. Очень неудобный, потому что постоянно приходится высаживать растения в торопях после старта боя. Да и так получается, что у большинства команд против него имеется контрприем. В прошлом бою это была боинг сета и желтый ультамат. Сегодня тут горахомет и красный помидор. Поэтому ждать победы зомби будет очень сомнительной затеей. Как подтверждение моих слов, впечатляющая работа метательницы и горахомета, которые уже фактически разнесли всех врагов. В случае с красным ультаматом мне и вовсе приходится сажать его 3 раза, пытаясь сделать это в максимально быстрые сроки. Благо он слишком силен и на исход сражения мои потуги никак не повлияли. Уже первым выстрелом он сжег всех 8-битных зомби, толкателей, автоматов, да и чего мелочиться, палатку тоже в расход. Наверное данный раунд нужно использовать только против растений первого уровня. Буду это иметь в виду на будущее, а каждой команде начисляется по 3 очка. По-моему метательница не смогла защитить фланги в раунде с Куроводом на групповом этапе. Сейчас она стала значительно сильнее, но и к курицам добавляются ласки, и снова чаша весов опустилась на стороне зомби. Хотя метательница была близка к успеху, только лишь 2 курехи смогли проскочить. По традиции я выражу сомнение в расторопности дракона, но любит это растение зевнуть атаку. И вот вроде бы сейчас он начинает как надо, а все-таки одна курица несчастная все равно смогла улизнуть от пламени зева. Это еще обиднее, чем у метательницы, хотя справедливости ради я скажу, что это не случайность. Наверное это и так предел возможностей зева. Первый раунд, в котором обе команды провалились. Раунд со станом. На мой взгляд эта тестовая его вариация требует доработки. При его создании я добавлял еще и бумбоксера, но тогда почти ни одна команда с ним не справлялась. Ничего, к полуфиналу я найду для него баланс, а пока что метательница и грахомет почти полностью устраняют опасность. Почему я говорю почти? Да потому что расплодились римляне, а растения большую часть времени превращены в салат. Казалось бы, эти щитоносцы такой пустяк, но если так пойдет дальше, то один дойдет и до васаби. Впрочем, он дошел и это стало большой ошибкой. Вот теперь уже точно раунд пройден. В прошлом сражении очень похожая сборка из желтого ультамата, ледяного зева и мраколозы проиграла в этом раунде. Сегодняшние растения попытаются взять реванш за своих собратьев. И у них это легко получается, по крайней мере маг и охотник уже уничтожены. А цезарь почему-то решил атаковать только салатом, который бесполезен, если нет сопутствующей угрозы. Римлян он так и не призвал, так что просто немного попортил воздух и ушел. А электрический зев записал на свой счет 3 балла. Впрочем, первая команда сделала ровно то же самое. Следом полюбившийся мне с первого взгляда раунд со сменой позиции. Сумеречная метательница переброшена на низ и теперь она атакует только двумя бутонами, но брызги все равно достают верхних зомби. Основную защиту верха берет на себя горахомет, а васаби развлекается с надгробиями за неимением другого занятия. Впрочем, дела закончились и у других двух растений, как-то уж слишком легко все дается этой команде. Снова мы наблюдаем эффект от компактного расположения растений. Из-за него нижняя дорожка остается неприкрытой. Но мне кажется, тот факт, что ультамат остался в центре, дает этой команде право рассчитывать на уничтожение зомбарей, когда они вернутся на этот самый центр. Вот только есть одна проблемка наверху. Там оказался дед с черепом и он намерен сжечь дракона. Ему ничего не мешает это сделать и он добивается своей цели. Но оказалось, что это не единственная беда команды. Вернувшийся в центр копатель выбрал идеальный момент и успел перебросить дуэт растений до того, как ультамат выстрелил. Какое кошмарное поражение. Однако я хочу отметить, насколько же раунд непредсказуемый. Здесь столько способов проиграть, причем как у зомби, так и у растений. В общем, он является теперь одним из моих любимых. А васаби мед еще больше увеличивает отрыв. На очереди специфический раунд с чертополохом-предателем. Вот только тут и без чертополоха оказалось, что есть кому придать команду. Горохомет именно в этом раунде решил со старта ультануть и этим самым просто подписал смертный приговор своей команде. Но получилось, конечно, очень эффектно. Вот он шанс ультамату отыграть сразу 3 балла. И помидор сходу принимается за дело, но из комарохи огрызаются. Один уже атакует дракона иголками чертополоха, что приводит к смерти первого растения. Благо второе им убить не удалось. Все-таки отрыв сокращен до 6 очков. Молниеносная атака с тыла начинается. Правда, Зомбойду тут совсем ничего не удалось сделать. Ведь его, как следует, отходил огненной плетью васаби. Ждем прилета других врагов. Только вот прилететь удастся, судя по всему, только одному гостю. Удастся ли лазутчику в тылу хоть что-то? Нет, вообще без шансов. Сможет ли вторая команда также лихо отбиться от нападения с тыла? От Зомбойда удалось. А что насчет остальных? Кажется, здесь долететь до места назначения не сможет только один динозомби. Остальные либо уже в тылу, либо вот-вот там будут. Но на всех них есть красный ультамат. И его заряда хватило для запекания всех пяти зомбаков. Правда, не обошлось и без потерь. Сохранить электрическую лазу не удалось. Отрыв вновь немного увеличился. Испытание, в котором зомби постараются устроить максимальную неразбериху. Больше всех, как обычно, стараться будет дама из The Corp. Вот только на этот раз она не ушла с центра, ей был оказан королевский прием. При этом вы заметили, что один конус оголовый преспокойненько прошел мимо всей очереди. Остальные, наверное, задаются вопросом, а что, так можно было? В любом случае, того хитреца уже настигла его судьба. Да и остальные его товарищи тоже недолго сопротивлялись. Остался на лужайке лишь пианист, который так и поедет по фланговой полосе. Метательница его, конечно, достает, но когда она запускает один бутон, ее эффективность значительно падает. Видимо, нам предстоит долго наблюдать за пианистом, так что давайте пересмотрим тот момент с неуязвимым конус оголовым. На самом деле, я понял, почему так произошло, а вы можете сами погадать в комментариях на этот счет. Сейчас же нам нужно вернуться к битве, в которой пианист как-то подозрительно долго не погибает. В голову закрались даже тревожные мысли, а вдруг он и вовсе доедет до косилки. Он уже сравнялся с метательницей, и вот тут он наконец-то погиб, но было опасно. Для электрического Зева сейчас наступает ответственный момент. Мало того, что раунд для него потенциально очень опасный, так еще и проиграв его, можно оказаться на волоске от вылета из турнира. Первостепенная задача уничтожения зекорпа. С этим ультамат вроде бы справляется. Теперь нужно надеяться на то, что ковбои рано или поздно окажутся в зоне досягаемости огня Зева, и дракон их сумеет остановить. Прямо сейчас осталось всего два танцующих зомби, при этом один уже не спасется, а вот другой в безопасности, но он дает надежду на спасение растениям, услужливо спускаясь вниз. Зев слишком слаб и не может его сжечь, однако зомби решил играть в поддавки и вовсе спустился к ультамату. При этом помидор, видимо, отпешил от такого подарка судьбы и позволил сожрать лозу. И все же, пусть даже ценой одного растения, но опасность устранена, остается только пианист и у нас абсолютное повторение ситуации с прошлой командой. Там тоже последним оставался пианист ровно на той же дорожке и его атаковало одно растение. Сумеречной метательнице в итоге удалось спасти свою команду, а вот справится дракончик или нет, этот вопрос еще открытый. К сожалению, Зев не смог. Это приводит к отрыву в 10 баллов. Теперь ситуация такова, что если теневой васаби мед наберет за оставшиеся 3 раунда больше 1 очка, то это автоматически выведет данную команду в полуфинал. На пляже этот вопрос решить будет достаточно сложно, ну или уже невозможно, ибо 2 растения уничтожены вазами. А вот третья вышла из боя победителем, и теперь электрический Зев может рассчитывать только на ничью и те самые мифические экстра раунды. Но это случится только если сам Зев наберет максимум из возможного в оставшихся сражениях, а васаби мед не наберет ни одного балла. Поверить в такой ход событий достаточно трудно, однако тот факт, что первой вазой баллиста не может в этой команде никого достать, вселяет какую-то мизерную надежду. Ультамат, получив достаточно времени на вторую атаку, воспользовался этим и уничтожил сразу обоих врагов. Таким образом, эта команда реально забрала максимум в одном из оставшихся 3 раундов. Отрыв сократился до 8 очков, шансы на ничью еще есть. Но в то же время, любой набранный балл васаби медом ставит крест на перспективах электрического Зева. В раунде с Гаргантюа на препаратах будет тяжело набрать очки и той, и другой команде. Хотя, казалось бы, у обеих сборок есть мощнейший мастер дальнего боя. Правда, Гарахомету нужна удача, чтобы раскрыться в полной мере, но у него зато есть более сильные помощники, усилий которых хватило для того, чтобы заставить Гарга бросить импа. Однако, это не спасает команду от потери первого растения. Хиллер по-прежнему лечит здоровяка, и вот уже сумеречная метательница под угрозой. Действительно, остался только Гарахомет. И вот он-то в последний момент ультует, спасая тем самым 1 балл для команды. Ну что, теперь все все понимают. Именно этот единственный балл, который сохранил Гарахомет, хоронит надежды электрического Зева на выход в полуфинал. А ведь ультамат нацелен на набор 3 очков в предпоследнем раунде. Представляете, если бы не ульта Гарахомета в последний момент, у нас до сих пор была бы жива интрига. Ведь ультамат действительно заработал все 3 очка в этом испытании. Отставание сокращается до 6 очков, но это уже не важно. Будет очень обидно электрическому Зеву, если он в спаме наберет 5 баллов, а васаби мед ни одного. Тогда действительно все будет выглядеть так, будто исход битвы решила та самая суператака Гарахомета. Но на самом деле сумеречная метательница категорически против того, чтобы команда с ее участием проиграла раунд со спамом. На четвертом уровне каждый ее бутон наносит 60 единиц урона плюс брызги еще по 55. Я только сейчас осознал, насколько же это монструозное оружие. При всем том, что в одном из видео про спам я уже заявлял, что это растение недооценено. Сейчас я могу сказать, что даже перед этой битвой я все еще не оценил это растение по достоинству. Теперь же точно я уверен, что за свою цену это топ. Особенно в поздних кругах чемпионата. Одержав полную победу в спаме, теневой васаби мед снял все вопросы и уже никто не может сказать, что если бы неудача, то команда бы проиграла. Нет, теперь отрыв будет слишком большой, чтобы сетовать только на фортуну. Тем более, что электрический зев сам еще не гарантировал победу в последнем раунде. Хотя тут довольно неплохие растения именно для выступления по пяти полосам. Тут и зев, атакующий по трем дорожкам, мощнейший ультамат, но и лозы, усиливающие друг дружку. Казалось бы, легкая победа должна быть в кармане. Но нет, мы видим, что небольшие проблемы эта команда все-таки испытывает. Зомби успевают примерно на шаг приблизиться каждый раз, когда ультамат отдыхает. Затем он сжигает парочку врагов, но дистанция по чуть-чуть сокращается. Это приводит к тому, что на нижней полосе одно растение уже уничтожено. Драконы продолжают пропадать с лужайки, а зомби все не останавливается. Да, их осталось совсем мало на каждой из четырех полос сверху, но нижняя все-таки почти прорвана. Одному зомби удалось сожрать лозу даже наверху, но там хотя бы остался ультамат, а вот внизу избежать активации косилки не удалось. Таким образом финальный счет 36 на 29 в пользу теневого васаби-мета. Не сказать, что это разгром, васаби-мет вышел вперед в самом начале и просто держал соперников на комфортном расстоянии. Но так, чтобы прямо разносить, этого не было. Я больше хочу отметить, что васаби-мет набрал больше очков, чем спартанец. Вот это для меня сюрприз. После первого четвертьфинала я уже подумал, что спартанец легко выиграет весь турнир. Однако теперь я уже в этом не уверен. В следующей битве у нас сойдутся магическая хватка и пятиствольный камыш. Наверное, если бы я не участвовал в турнире сам, то я ждал бы эту битву больше всего. Тут и просто интересная сборка и команда, которую почему-то жутко недооценивают после группового этапа. Мне это кажется странным, но может быть я просто сам ошибаюсь. Все это мы увидим в следующую субботу, а пока вы можете поддержать меня лайком, подписаться на канал, телегу, бусти и увидимся в следующей дичи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok